Доброго дня, дорогие друзья! С вами студия из SportsWay. Продолжаем мы для вас вещать Лэмберкап под номером 2, который проходит в компьютерном клубе Синдикат. Ну и добрались мы до полуфинала. Ну и встречаем мы этот полуфинал с такими командами, как Zero Gravity и командой Code. Параллельно будет идти у нас матч ПГ против команды Мутки. К сожалению, не сможем мы это посмотреть. Но я думаю, все же я не ошибся с выбором матчей. Ну и тут будет очень-очень дикая заруба между, еще раз повторюсь, командой Code и Zero Gravity. В Best of 3 играется у нас игра, так что две игры мы увидим точно. Что же касается третьей, опять же, будем следить за ходом событий и, конечно же, будем ждать именно очень-очень крутых баталий. У микрофона Владимир Донбасс-Берешов. Всем еще раз привет, дорогие друзья, и давайте уже переключаться на стадию драфта, которая уже в полном разгаре находится. Команда Code начинает на застраду Radiant. Видим мы Shaker и Queen of Pain. Вот этих ребят на первой стадии пиков. Что же касается команды... Ну, что же касается... Zero Gravity, боже мой. Винтер Виверна и Darkseer имеются у этих ребят. Ну и долетает Storm Spirit третьим пиком. Ну и по банам минус у нас... Баунти Хантер, Сайленсер, Антимаг и Фантом Лансер от команды Zero Gravity. Ну и забанили у нас игроки команды Code, Андэнга и О, Геррокопт Райлину. Опять же, видели, наверное, быстрее всего игроки команды Code, игру против Zero Gravity и... Друзья мамки Пинка, где теннис Ио просто убивали, уничтожали как раз ребят из команды друзей ДМП, короче говоря, не буду я заморачиваться. Ну, решили все-таки избавиться от Ио, от неприятного как раз Ио, который как раз очень много делов там створил вместе с тенни. Добрается SF, тем временем, для игроков команды Code. И ожидаем, конечно же, четвертые пики от этих ребят, после чего мы уже видим там последнюю стадию банов, ну и в принципе пикой тоже там будут последние. Что же касается команд, то ребята из команды Code заняли первое место в группе А, что же касается команды Zero Gravity, все же вторую строчку они имеют в группе B. Ну и посмотрим, как пройдет эта встреча. И, конечно же, надеемся на очень-очень интересную данную встречу, потому что что команда Code, что команда Zero Gravity очень интересные игры у нас показывала. И я думаю, это не будет исключением, если ребята то же самое покажут нам и в полуфинале, где, в принципе, должно показываться самые лучшие заготовочки, самые лучшие как раз отточенные, возможно, стратегии. Ну не знаю, насколько они отточены, все же был апдейт, который немножко изменил все это дело. Буквально вот вчера был день у ребят, чтобы как-то, как-то все же подготовиться к данному чемпионату. И посмотрим, как все же... у кого лучше получилось-то? Ну что же, Omni Knight и Rubik залетают у нас в пике от двух команд, Omni Knight за команду Zero Gravity, ну и Code для Рубиков. Да, Code для Рубиков, отлично. Рубик для кодов. Два саппорта уже имеется у ребят с команды Code, видимо, это Rubik и Shaker, Queen of Pain. Натравится у нас Middle SF в роли фармера у нас будет выступать, наверное, быстрее всего в этой команде. Ну не хватает еще у Флейнера для команды Code, ну и ожидаемый как раз у Флейнера и в бане. Вот Zero Gravity. Ну а сами Zero Gravity добрали себе Дарксира на Уфлейн, который что перед патчем, что после патча, опять же, пользуется той самой популярностью. Вроде бы как не сильно резали того самого Дарксира. Так что, опять же, мы видим и пики этого героя. Что нас передает? Правильно, у нас Middle, Ломни Найт и Винтер Виверна. Два отличных саппорта, которые будут, конечно же, сейвить своих тиммейтов, а там есть чем сейвить. Понятное дело, Golden Brace, Purification, очень много хила имеется. И, конечно же, рассчитано, быстрее всего, на мейнкерри, который будет залетать. А кто же это будет? Вот сейчас будут ребята угадывать из команды. Код. Ну и посмотрим, угадают или нет. Минус Блэдсикер. Минус Блэдсикер, минус также Сларк. И, ну что же... Пускар! Для команды Зара Гравити вот так вот решают ребята играть. С таким пиком, ну, в принципе, неплохо, мне кажется, залетит. Но, опять же, надо увидеть все это в действии. Все еще не определился последний герой. Для команды Код. Возможно, он тоже что-то нам интересное принесет в игру. Раз не хватает. Или же... Или же оффлейнера, или же все-таки мейнкерри. Квапа тоже может, кстати говоря, отправиться у нас в оффлейн. Не стоит это забывать. Опять же, если так судить, то, в принципе, и Шейкер может в оффлейн отправиться. Опять же, тут очень вариативный пик. Но ребята добирают себе Клинса. Клинсу, который, если не ошибаюсь, Стрейв подрезали. То есть меньше кулдаун, по-моему, стал на Стрейв. Ну, вроде бы это как основное такое деяние от патча. Ну и у нас будет фармящий все-таки, да. Клинкс? Или... Да, фармящий. Фармящий, фармящий Клинкс. Ну что же, интересно будет посмотреть. Опять же, напоминает у нас полуфинал. Первая игра между командами Zero Gravity и код Best of 3 серии. Так что две игры мы точно увидим. А вот... Как они пройдут, будет все зависеть. Конечно же, вот ребят. Так, собирают ребята героев, отлично. Поехали смотреть. Ну что же, сторона Radiant. Команда под названием Код. Энджойка будет катать у нас на Клинксе. Толстый Лев на Шейкере. Муфлай Джаггер на Рубике. Бугимен на Квиннов Пейн. И... На СФ-чике будет катать у нас... Хайппорт Дайер. Ну и, сторона Дайер. Команда... Под названием Zero Gravity. Альтер Эго. Будет играть у нас на Dark Series. Электрик на Шторм Спирити. Макфлай на Умни Найти. Танго на Винтер Виверни. Ну и на... Хускари будет играть у нас Ютс. Правляется, видимо, салат уже на свою линию. Ну и особо никаких заходов вроде бы не планируется. Вот ребят... Хотя вроде бы там собираются сверху. Что-то... Собрать руду у нас. Мореги команды. Дайер. Дайер, в принципе, тут уже Шейкер готов. Если что, закрывать. Опять же... Вижен... Где Вижен? Вижен у него имеется. Если будет подходить, сразу же будет у нас Фиссура вот такая вот. Закрывающая. Ну и... Конечно же... Будут пытаться... Возможно, кого-то разрулить. Кого-то убить. Ну что же, пошел. У нас Бакфлай очень далеко заходят. Поднимают, есть Телекенесса. И... Что же, Фиссура есть. Ну и... Он минает. Попадает на Ставерню. Фускар сюда подключается. Ну и... Дальше ребята отжимают у нас руну. Утс уходит на полстолба. Ну и 1-0. Начинает у нас команда Кот. Для себя. Посмотрим, как оно будет дальше. Помните, руну снизу подбирает у нас Квапа. Нет, подождите. Ага. Квапа подбирает у нас верхнюю руну. Отправляется в оффлейн. Ну а Клинкс подобрал у нас нижнюю руну. Отправляется тоже на бот информить. По расположению линии. Что мы видим? Пелектрик будет стоять против СФ. Если что, тут Шейкер сейчас сразу же будет выходить. Пуинфи. Сразу же давать Фиссуру. Как-то пытаться, ребята, еще один фраг делать на центральном игроке. И Бугимэн пока что чувствует себя неплохо особо. Пока что его не накаляет у нас Танго. Опять же, в Интервиверне имеется Сплинтер Бласт. Что-то тут рассчитывал подраться там хорошо у нас Танго. Но, как видим, не получилось все же. Ну и моноботами у нас Клинкс стоит. Ролл Валл уже получил. Стоит против Дарксера. И Дарксер тут должен... Не то чтобы проигрывать. Ну, не должен доминировать. Опять же, в Инжио у нас Инжойка. То есть, Эншелл ему не страшен. Опять же, может убивать без проблем тот самый Эншелл. Сдалека. Крипа, точнее, на котором подходит. В принципе, не должен себя комфортно чувствовать. Должен комфортно чувствовать. Черт. Что-то противоречу. Так, с... Дарксер, Дабл-Два. Вешает Сайншелл. Как-то вот так вот все равно происходит. Что там, Спирит? Пока что... Не очень комфортно себя чувствует. Опять же, Шейкер тут, если что, есть. И, опять же, Шейкер готов давать фиссуру. Готов отрезать центрального игрока, чтобы с ним разбирался как-то СФ. С ним всем делом. Ну что же, фиссура на Танго. Танго. Артик Берн юзает. Пытается забрать все-таки тут Шейкера. Подходит Богимэн. Дал у нас по Танго. Шадоу Страйк. Ну и неужели уходит на Шейкер? Восемь холлсфольтов остается. Опять же, добить нечем. Ну и СФ-чем, тем временем, нас в интервейерную за... Куилил. За Шадоу Райзер. За Шадоу... Рай... Шадоу Райз. За Шадоу Райзер. Черт. Райзер. Ладно, черт с ним. Не могу это выговорить. Что-то не получается. Ну, 2-0 в итоге у нас получается счет. Вот что я могу точно сказать. Квапа отправляется дальше. У нас за умник нам. Будет пытаться его догнать, но... Все же умник. В РПЛе уходит. СФ под хостой находится. Опять же, раскидываются своими... Шадоу Райзами по героям. Опять же, накаляет. Накаляет, накаляет, накаляет. Встановку. Дарк Сир. 280 хп. Телекинез. Наверх не забрасывает его у нас Рубик. Но зато пару тыченцев все-таки отвесил. Энджойка пока что у нас фармит. Да, и в принципе, Пускар тоже пока что фармит без особых проблем. Квапа возвращается на литию. 3-ти лордов у него уже имеется. Ну и есть тот самый блин, который как раз будет очень-очень полезен. При всяких там заходах со стороны Дайр. Поэтому, там дело будет уже намного себя лучше. Райзел, да. Шадоу Райзел. Так, отправляется 2 Эншела. Энджойки, конечно же, не очень круто. Ну и если бы он немножко назад отошел бы, было бы поприятнее. Вот что-то вот так. Не очень круто пока что. Ну что же, есть Фессура. Пошел дальше на ССФ. Танго из-за этого у нас Артик Берн. В итоге уходит. А у ТСФ начинается проблема. Отвивается батлом. Стопит его у нас тут Шейкер. Шейкер до конца стопит. Ну и неужели уйдет у нас ССФ? Да, уходит у нас ССФ. Что же касается Шейкера, то есть у него кое-какие проблемы. ССФ... Как видели ССФ? Нет, ССФ уже не видят. Хорошо. Пролетает сюда у нас ССФ. И... Что же, Электрик, Курьер. Нет, не забрал. А вот... Тут просто ССФ как-то разбирается. Я вообще не пойму, что происходит. Как бы... Вообще, ребята, не парятся. В итоге минус на СОМник и минус еще и в интервью верно. Минус 3 делают у нас игроки команды код. Как-то... Не знаю. Не то, чтобы не ожидали. Не знаю. Это очень... Надеянно сыграли, что никто сюда не придет. И как бы ССФ на лоу ХП. Он не будет ничего нам делать. Но... Как видим, все наоборот у нас произошло. Опять же, неплохо. Шадоурайзер раздает у нас. ССФчик... В итоге... Опять же, очень много неприятностей приносит. Как раз у нас... Что он с беретом? Так. Ну, опять сальву из-за этого себя Рубик. Ну... Апдейт же! Надо! Прочитывать! Черт возьми! Ну, Паша сказал, что он целую ночь играл. Поэтому более-менее раздуплился. Ну, видим, что... Не до конца, видимо, раздуплился. Такое бывает. Так. Шестой есть уже у Клинкса. Как насчет, чтобы съесть этого крипа? Хорош! Красава! Догадался Энжойка. Ну и... Поприятнее теперь себя чувствует. Так. Не временем. Тут у Буги Мэна проблемки были. Отпрыгнул вовремя. Опять же, неплохо накидывает у нас Ютс своими копьями. Конечно же, очень сильно прожигает. Но опять цепляет у нас Штон Спирит. А Штон Спирит, а на Штон Спирит остается минус. У нас Штон Спирит 6-0 в пользу команды Кот. Пока что... Как это называется в теннисе? В сухую. В настольном теннисе. В сухую. Пока что счет у нас идет. Пока вот... Не могут. Как-то собраться. Не могут как-то выйти у нас игроки команды. Сара Гравити на своего оппонента. Ну, понятное дело, все рассчитано как раз на более-менее лейт ребят. Что там как-то будет что-то интересное происходить. Ну, правда, до лейта надо дожить. Опять же, пока не сильно это круто получается. Но... Вот ребята как-то пробуют это делать. Ну, Клинкс убивает нас с Дарксера. В принципе, то, о чем я говорил, что вот... Идут просто вперед и просто убивают. Опять же, нету саппортов, которые как раз наводили этот самый... Ээээ... Шорох. Команда Кот. То есть нету, да, мы ждили расаппорта. Прыгивает у нас на Шейкера. Шейкер на развороте раздает. Метя с ССФом. 8-0. Проблемы у Танго. Танго уходит. Да, и, в принципе, и Омни тоже уходит. Омни Найт. Ну, СФчик пошел-то все-таки до конца. Не, не до конца. Вращается на линию. Так, ну, вовремя. Из-за этого пала у нас Омник. Так бы получил бы еще побольше дэмэджа. Ну, тут руки неплохо. СФ-то нарезает. СФ. Шаду Райз. Минус на СОмник. 9-0. Входится к команде Кот. Устаппабл уже у СФ. СФ 6-0. Из 9 фрагов. Та что-то просто нереальное. Принимается, ребята. Ломать вышку. Ну, и Клинкс. На ботами. Ой-ой-ой-ой. Как же тут больно. Альтер-эго. Опять же, видимо, Энджоке находится. Орпов Веном, который ее замедляет как раз. Торсом Антарксера. Ну, есть. Мастер по на ботам. Выходит нас Рубик. Рубик Телекинез. Есть. Телекинез набрасывает назад. Энджойка. Иззайд нас. Стрейф. Ну, тут Букимайн все-таки забрал. Тот самый фраг. Ну, и четверо находится у нас на ботам. Игроки команды Кота начинают немножко к Тавуру подходить все ближе и ближе. Ну, и, понятное дело, должны уничтожать. Забирать тот самый Т1, который тут находится. Следующая пачка крипов как раз это и будет делать. СФ. Юлы уже себе прикупил. Восьмая минута. Видим. Ну, все в одну калитку летит. Все в одну калитку летит пока что. Но, опять же, возможно, ребята как-то расслабились. Опять же, понимая, там серия Best of 3. Мы что-то там можем попробовать в первой игре. Во второй уже соберемся. Но не факт, что вы соберетесь. Опять же, психология такая штука, что могут ваши соперники собраться. Тут у нас СФ-чика. Может погибнуть. А Танга уходит у нас. Колден Брейса. Есть Реквиум. Отличный. Ну, и Электрика пытается забрать. Теперь у нас СФ. СФ Юлы имеется. Кидает себе в Юлы. Есть телепорты с его тиммейтов. Аквапа прыгает с униплей. Это отлично. Ну, и минус у нас Виндреви Верна. Также погибает у нас Йоми Найт. Один, что он сперед нас уходит. Живым. Ну, и что же. Уц прыгает у нас на Рубика. В итоге понимает, что мне все-таки надо отойти. То можно и жизнью поплатиться. Тарксирование убирает у нас на... Ботами 13-1. 13-1. Все же один фраг ребята сделали. И то втроем ребята зажали просто на простая СФ, который... Не сказал бы, что комфортно. Начал себя чувствовать уверенно. Но все же были какие-то там... Доля уверенности какая-то. Типа вот в этом... В этом, в этом русле. Электрику. Немножко настакали. Опять же, будет пытаться сейчас как-то быстренько это все заформить. Хоть на какие-то айтемы все вынести. Потому что... Очень много уже СФ-чик имеет. Отправляется на поиски жертвы. Ну и сейчас найдет у нас Электрик. Электрик, который без маны. И один Шадоу Райз, который приговорил того самого Шадоу Спирита. Так, Шейкер. Шесть. Завол шесть имеет, точнее. Паша, Муфлай Джаггер. Нет, ну, приходит. Приходится ДСФ на хосте. Реквиум имеется у СФа. Нет, 12 секунд остается. Всего лишь. Ну и что же? Ах, а слэм от Шейкера! По двоим! Минус у нас Митровиверна. Че, Фускар пока что живет у нас. Минус также у нас Муфлай Джаггер. Бугимэн. Пытаются тоже драться. Ну, че-то тут ребята зафидонили. Если честно. Че-то уж очень... Как-то пошли. По-наглому. Как видим, получили за это вот дело. Все, что у нас Перед врывается. У нас на СФ, а? Есть Товичка. Ну, тут Курьер летит. Курьер летит. ПТ приносит ДСФ. Ну и даже, наверное, не пойдут. Рапел на Штанспирите. Нет, заходит назад, ребята. Энжой, ка те времена у нас Т1 забрал на Ботами. Умеется уже у него медальону в Кураж. Опять же, видели, мы это еще... В 6-84 через медальону в Кураж. Клинкса, который как раз очень-очень много всего выдает по вражским героям. Да, и, в принципе, лес в армии тоже очень круто. Патай имеется у Клинкса. Девятый левел. Пока что топовый Крепстат на карте. Шейкеры не цепанули на развороте. О-хо-хо! Как же тут уничтожает СФ своих оппонентов Рейквиум! И... Также погибает у нас Винтер Вивер на 18-4. Стоит насчет у нас матча. Ну, это просто... Ужас какой-то. Страшный сон. Для... Игроков. Команды. Зорогравити прыгают у нас на... Дарксира. В итоге Дарксир также погибает. Цепанули еще и... Ютса, Ютс. Пытается драться. Ютс. Прыгает у нас на СФ. Он начинает вы нарезать СФ. СФ погибает. А вот дальше-то что? Дальше-то что? Шейкера еще видят. Шейкера фиссура на развороте у нас положил. Но, правда, я не понимаю, что за фиссура это была. В итоге... Делают два фрага у нас игроки команды... Зорогравити. Ну и тем самым немножко зарабатывают для себя денег. Армет уже имеется у Хускара. Так что ПТ видим. Урна 4 заряда. Ну, видим... Как-то, как-то да и живет у нас пока что... Тот самый Хускар. Пока еще не совсем упустился. Что у нас там? Что теперь отрывается на Муфлай Джаггера? Рубик выживает. Приходит сюда и у нас Шейкер. Имеется у него Хаслэм. Пока что не тратит. Тотем поют. Но сам тоже погибает. Что же, 19-7. Что-то вот начали отдавать у нас ребята фраги. Но тут Клинкс-то подключаться. Будет сейчас, да. Отправляется нахуй у тебя цель. И... Залетает наш Хаслэм Смирет на Муфлай Джаггера. Рубик, который нас назад откидывает. А Клинкс вот еле-еле живет. Клинкс должен тут уходить. Хотя вот как его видят, я что-то не могу понять. Неужели гем у кого-то имеется? Да, гем у Омника имеется. 14-ая минута. Как так? Таким вот ходом все-таки ребята пытаются вернуть себе в игру. Но вот... Получится ли? Может, меня интересует. Доминатор уже у Кускара имеется. Отправляются ребята вперед. Даггер переобретает себе на ССФ. Ну и Солринг имеется у... Что у Смирета? Ну, что-то армейского хотя бы. Что-то у нас уже начало получаться. ССФ. Видим, пока что по топу идет. Ну и... Отправляются за ним тут. У нас ребята. Будут приходят на линию. Ну и ССФ будет ли улетать или нет. Да, улетает на ботом. Ну и видят ССФа. Ой, видят Штамспирит, а Штамспирит улетает. Хотя там дальше идет. Дальше идет Клинкс. Находит двоих. Что же, есть Юла. Реквиум. Не закастовался. Все же сбил там у нас Дарксир. Тут самый каст Реквиума. Ну и прилетает сюда команда. Под названием Сэра Гравити. Прыгает Ютс у нас на Муфлай Джаггера. Сразу же Телекинес назад отбрасывает. Электрик пытается что-то... Какой-то хайп навести. А в итоге Хаслэм неплохой. Два в один пока что идет у нас Драка. Минус Страмспирит. Проблема у Винтровиверна. Винтровиверна тоже у нас погибает. И минус у нас Чеомник. В итоге Клинкс при. У Бугимена забирают ребята гем для себя. Ну и 24-10. Со счет у нас матча. Польза команды Кот. Ну и Коты заходят уже на Т2. А, Т2 уже тут битый. Дождутся сейчас, наверное. Крипов, да. Ну и будут отправляться забирать тот самый Т2. Глиф, ребят, мимиется, но опять же не будет вязать. И отводит назад. Появляется Дзолятор у Клинкса. Ну и отправляется, наверное, Клинкс где-то подфармить дальше Лиса. Еще что-то собрать себе. Квин оф Пейн, Пойн Бустер. Став оф Пизер, Драй. Ну и сразу же это все превращается у нас в Аганим Септер. Ну и... 16-17 минута почти. Аганим Септер, черт возьми. Как же больно сейчас будет всем ребятам. Очень-очень больно. СФ готовится уже выходить. Видит всю движуху, которая тут собралась возле Т2. Другие что у нас? Энджойку видят? Нет, Энджойку не видят. Нету гема. Нету просвета, наверное. Нет, есть просвет у Омника, но опять же надо и узнать это все дело. СФ. В центре. Винкау делает. Ну и Штон Спирит врывается, ловит. На Штон Спирита надо его зафокусить, не успевает. Ребят, его как-то... Ловить. И Уц. Правляется вперед. Под Драпеллом. Кидается Урна, но у нас на СФ. СФ уходит. СФ уходит. Ну и Шейкер может ворваться. Имеется у него Блинк. Правда, Хаслама нету. И Фиссура. По Хускару. Отходит, ребята, обратно-назад. Так, ну что же, в центре намещается у нас Драка. Не отходит никуда у нас команда Зара Гравити. Ну и просвета. Просвета нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Видит Кускара, который отлучился один от компании. В итоге что, будет ли какая-то Драка? СФ, Реквиум кастует. Неплохое. Соник Вейв также. Ткин оф Пейнт круто залетает. Тахаслэм сегодня неплохо залетает. Но, правда, дальше надо как-то продолжать. Минус на Шейкер влетает дальше. У нас Штонспирит забирает Квапу. Нет, Квапа еле-еле живает. СФ, Винтер Кёртс. Минус на Шадоу Финт. Ну и Рубик остается. Рубик пытался дать бой. Не получилось ему этого сделать. В итоге даблкил от Ютса. Ну и Ютс еще видим Кул на Брейсе. Живет. Живет и живет. Файт-рекап. Видим 4 в 2. Драка получилась в пользу команды. Под названием Зора Гравити. Ну тут Ютс. Ох так, Ютс накидывает по Гваги Мэну. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще и Гема подбирает. Ой-ой-ой-ой. Ну если на графике смотреть, там точно будет переворот. Сто процентов. Видим, как оно все у нас происходит. Ну и появляются сразу же артефакты. Айтемы. У игроков команды Зора Гравити. Видим Миказм уже у Дарксира. Что у нас перед Пойм Бустер себя покупает. Ну и Ютс. Сэнш уже появился. После Доминатора. Сразу же уезжается Смог. Ну и ребята будут отправляться куда-то кого-то ловить. Видимо, Глимер Кейп имеется в интервью, верно. Энджойка тут нарезает по Рошану. Об этом должны догадываться ребята. Ну и в принципе туда помигали и отправляется... Нет, Центр отправляется. Нападает у нас на Рубика. Рубика надо давать. Рубика надо давать и бежать. Ну а так ребята и делают. Ремнан тут. Ну, Флай Джаггера. Ну тут, конечно же, можно было и не париться. Энджойка. Соло забирает у нас Рошана. Подбирает Аэгис. И отправляется на бут. Сверху. Сф. Есть Лепорт. Блинкаут. Топаут. Пока... Прожимает ТП. Все же знаю, что только один тут имеется. Умник прилетел, который. Так, ну и 27-16. Счет у нас уже в матче. 2-700 у СФа. Ну, что же, СФ. Выходит у нас опять же... Через Шадоу Райз забрать всех репов. А влетает на него Электрик. Электрик промахивается все-таки в подаче. Но все же выдает саму подачу. И что же, СФ. Может прожать ТПаут в принципе. Ай-яй-яй-яй. Да. Потратили вакуум. Поэтому без проблем улетает. Ну, все команды, ребят, отправляются ловить его. В итоге ничего не получилось. Ах, ускарте время, видим, подфармливает Лиса. Что там у Квапы. Квапа ПТ, видим, приобрела. Также Аганим до сих пор не имеется. СФчик теперь уже на ботами. Подпушил к Т3, к Тауэру. Все это дело. Ну, 3000 имеется у СФ. А в принципе, наверное, дальше будет отправляться в Скаде. Опять же, вариантов у меня так уж и много. Поэтому, наверное, так и будет происходить. Ну что же, есть Юла, Реквиум от СФ. Все-таки выживает у нас ненадолго. Дарксир. Ну и дальше Энджойка. Тайха Слэма, отлично. От Шекера попадает. У нас по Штону Спириту. Ютс пытается драться. Минус нас Эгис. И Ютс неужели... Не, выживает? Да ладно. Как же так? Ну, Энджойка пытается драться. Винтер Керс на Энджойку. Ну и минус нас еще и Клинс. Кин оф Пейн приходит. Все-таки убивает, ребят, у нас Кускара. Электрик пытается своровать Эгис. Не Эгис, а Гем. Но... Не получается далеко уйти. В итоге тоже погибает. У нас тоже минус пять очередных игроков команды Кот. Ну и... Заходят ребята у нас на Т3. В итоге есть два байбэка. И решают все-таки отойти. Боятся что-то дальше делать. А Буги Мэн у нас влетает. Курьер просто на разведке тут занимается. Уже какой раз я вижу. Сэф-4500 на руках. Курьер пока что не летит за Скади. Который, возможно, должен появляться. Клин оф Пейн. Видимо, приобрела себе Блин Став. Шейкер. Два телепорта на руках носит. Нормально. Опять же, поделиться, наверное, будет. Делиться будет с кем-то. 2-300. Ну что, он спирит там? Залетает в центр. Быстренько убивает крипов. Ну и... Поправляется немножко назад. Возможно, к крипу прикупит себе у нас солт-бустер. Да-да-да, именно так оно и есть. Сэф там. Альберт. Собрал себя. Энджойка. Поправляется вперед. Опять же, нету вижена у игроков команды. Зорогравити, шейкер, фиссура. Никого не цепляет. В итоге, немножко назад отходят. Дождается крипов. Сэф. Сэф. Или совсем отходит. Все, что ли. Для игроков команды код. Им все очень беспроблемно исполняют. Правляется Сэф дальше. Забираем тут крипов. Ну и даблдм. Потому что так все-таки работают. Пытаются кого-то еще найти. Ивент-равьерно находит. Раз теченция, два теченция. И третью не успел дать. Фиссура тоже запоздала. Джойка. Ух, юх, юх. Полстолба отнял на сомнику. Нету перификация. И что же. Фото-3 нарезают у нас ребята. Диэстро-пэл у нас для Хускара. Хускар-гатов уже прыгать. Правда, нету как раз... товарища, на которого можно было прыгнуть. Видит клопу, но клопа, опять же, может упрыгнуть от него. Опять же, есть такое дело. Так, ну, сверху у нас уже энджойка. Видим, занимается, опять же, динайм крипов. Пушивает немножко линию вперед. Гимен. Гимен. Пока тоже с крипами справляется на ботами. Юл Саптер появляется у Рубика. Второй юл команды Кот. Ну и пока команда Рейдинг куда не спешит. Опять же, преимущество у них, наверное, бешеное там имеется. Но, видимо, 12 тысяч по Нетворсу. По экспериенции увидим 7,5. Опять же... Говорят, еще пока рано нам заканчивать. Бластолун летит для Штон Спирита. Ну и что там у Хускара уже? 1800 у Хускара. Конечно же, будет дальше собираться. Во что? Тоже вопрос. Все-таки тоже Халберти покупает. Альберт, точнее. Ну и все должно залетать, конечно же, или же в СФа, или же в... Клинкса. Который тоже дикий демэдж выдает. И это не очень приятно. Клинкс. Клинкс. На ботаме. Второго еще нету, да? Нету, нету. А Гленстаф второго пока что без этого всего исполняет. Клинкс отцепанули, через просвет убивает. На топе. Ну и Клинкс, видим, полгар-клапу, будет пытаться собрать себе БКБ. Ну, в принципе, что пытаться? Будут собирать БКБ. Что там? Так, 2400 у СФа. Ну что же, покупает со смок от интервью верную, и опять какой-то... смок-выход планирует у нас игроки-команды Заро Гравити. Будут заходить на чужие леса, хотя... Хотя, хотя, могут и пробежаться через Зенчинтов, кто же. Именно там ребят находятся, наверное, и туда и побегут. Так, КСФ. 2,800. Так, так, так. Комник, 11-й левел. Хускар, Чинмейл, покупает себе. Чинмейл... Даже что-то я не могу понять. Неужели Кираса? Ну, Кираса... Я бы не сказал, что... Тот тайтен, который нужен Хускару... Опять же, не помешало бы БКБ тоже какой-то имитимул. Вот, что-то пока вот без него решает обойтись. Так, тем временем. Тем временем, Баракет уже потихонечку... Копытятся. Именно так, наверное, это называется. Коптятся. Вот, натиском крипов. Так, Юлы. Что у нас переда потихонечку тоже собираются. В принципе, ничего мы не видим. На данный момент. Опять же, кто-то фармит. Нет никаких фрагов. Нет никаких действий в команд. Хотя, вроде бы как... Чё-то коды решили пойти вперёд. Решили пойти вперёд. Вот, видим, Т-2 решают забрать. Ну и... Видят тут Электрика. Электрика! Слэма! От Шейкера! Ну и... Электрик, да ладно, выживает. Спасает его Макфлай. С имперификационом. В итоге... Всё хорошо заканчивается. Да... Что у нас переда? Так, Энджойка. Опять у нас по топу. Подключается к нему команда. Ну и... Решают всё-таки на топе сломать Т-2. После чего отправятся через центр как-то. Но тут-то команда! Команда Zero Gravity влетает у нас. Наш Лон Спирит оцепляет нас с ССФа! И... Минус нас с ССФ. Да. Да, да, да. Отдают, ребята. Ну и... Не влезают в драку. Но опять же, Клинкс улетел, поэтому... С кем-то там драться. Опять же, нету тех самых демэдж-дилеров, которые могли бы там навалять бы с руки. Вот тот самый Рэпл. Так, орчит! Марвеллианс появляется у Queen of Pain. Ну и БКБ вроде бы уже готова, да, у Enjoy'ки. Сейчас можно отправляться вперёд. Опять же, захотят ли? Ребята, что-то это я даже не знаю. Рошана дожидались Zero Gravity. Не дождались. Итоги отправляются в чужие леса с попыткой кого-то найти. Опять же, никого не видят. Шейкер. Заходит там в спину. Ну и что же? Шейкер. Блинкаут. И зайца Глимер Кейп. И... Не пошли дальше. С шейкером. Ещё фиссура от шейкера залетела. А вдруг преследование. Попыть аккуратен. Аккуратно. Фускар, видим, Гипрестолун себе покупает. Вылаживает в стэш у нас Chainmail. Всё-таки Кираса будет. Будет Кираса. Да, Фускаро. Взбивает, ребята, Рошана. Ну, а... Коды пока что вот... Пока что, опять же, никуда не спешат. Ломинатор. Пробил себе СФ. 2.800 на руках имеет. Да, минус Рошана. Эггист подбирает нас в Ускар. Ну и сразу же стяжка наверх идёт, да? В исполнении команды кодов. Именно там. Промышляет уже Инджойка. Накидывает. Минус Т2. Отправляется в чужие леса. К Шейкеру. Так, ага. Ага-ага-ага. Появляется... Сатаник. В СФ. Ну, очень-очень круто. Вот такие айтемы имеют. Правда, было бы ещё круче использовать их. Как-то в драках проявлять. Но к этому ещё не добрались, ребята. Не дошли. К этому моменту. Юл Септер. Покупает себе у нас Стоун Спирит. После Блотстоуна. Дособрал себе это всё дело. Так, 1400 Ускара. Ну и ещё на рецептах. Остаётся доформить. На Керасу. В принципе, можно отправляться, наверное, в драку потом. Или же дальше фармить. Как вариант тоже неплохой, как, видимо, показывают. Команда Код. В принципе, то же самое. Можем и наблюдать за командой. За Рограйти, наверное. Ну что же. Ускара отправляется на поиски. В итоге никого не находит. Ну и отправляется к репу. Тут подфармить. Блинк появляется у Рубика. Ну вот. Все же артефакты имеются. Хороший артефакт. Айтемы, артефакты. Ну. Пока ещё не готовы. Пока ещё не готовы. Клинкс. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Солар-Крест покупает себе. Ну. Блин. Минус 10 армора, который будет ещё входить тут. Вместе с шестью СФ. В итоге Кирасов не поможет. Никак не поможет. Справляйся, ребят, у нас по-бутому. Савчик находится у нас в лесах. Ну. Где же движение-то? Движение у нас в центре намечается. А как это без драк всё у нас происходит? А что украл? Украл у нас. Хил Рубик. Тоже полезная штука. Но правда вот. В драках она полезная. При фарме чё-то я не верю в это дело. Этот фарм просто никуда. Ну что же, Эггис заканчивается через 2 минуты. Реализация Эггиса пока что не была у нас представлена. Что у нас перед? Нет, отправляется у нас наверх. Шейкер, если чё, подошёл. Дал фиссуру. Хаслэм по электрику. Есть у нас ещё Арчит. Вовремя затюнулась. Бештан Спирит в итоге выживает. Ну и стенка ставится от Дарксира. Как же наваливает Инджойка. Виндер Кёрс связается у нас на Клинкса. Минус у нас Клинкса. Ну и цепляет ещё тут Шейкера. Шейкер также у нас погибает. Тем временем. СФ-чик по баракам неплохо накидывает. В итоге что-то Пау делает. Улетает. А вот бараки тут, конечно, чуть не сгорели. До сих пор горят. Но всё же... Только сейчас принимаются за уничтожение крипов. В принципе, неплохой муф. Опять же, здорово. Байтанули. Но, опять же, должен был забирать АМСа в своей бараке. Паута от Рубика не проходит. Электрик ловит. Арчит вешается у нас на Электрика. Есть! Хороший. Соник. Вейфа. Ну и минус наш Тон Спирит. Подобирается у нас гем. Ну и на второй гем. Да, второй гем. Отжимают у нас игроки команды Кот у своих оппонентов. Тридцать четыре двадцать два. Счёт у нас становится в матче. Впереди по-прежнему у нас игроки команды Кот. Ну и... Графики нам должны то же самое показывать. Да. На логичную ситуацию. Пайти Плэтмейл у нас СФ. Нет, Киперстолл выпил от себя. Всё же. Решил так пойти. Ну и тоже Кираса собирает. Тоже Кираса собирает. Но с Армор на минус Армор. Решили так траться, ребята. Да, та сама Кираса уже имеется у Хускара. 1800 уже у Хускара на руках. Телепорт себя несёт. Что он Спирит? Семь зарядов. Управляется дальше по линии вперёд. Энджойка. 18-й лавел. Ну, через Армор чё-то вот, я думаю, сможет это сделать. Есть тут телепорты. Да, прилетает Шейкер. Вот Фиссура нужна. Да, есть Фиссура Касла от Шейкера. Минус 2. В исполнении игроков команды Кот. И СФу опять дают зелёный коридор. Ну, почти зелёный коридор. Чёрт. Прилетают сюда два игрока. Ну, теперь зелёный коридор появляется на ботах. А Энджойка уже отправляется. Видимо, была информация о том, что за мной там выехали. Вы пока можете бараки подкараулить. Именно так и делают у нас Энджойка. Ну, и минус один барак. Минус второй барак. На этом ребята отходят. Ну, и... Вряд ли тут что-то дальше будет у нас происходить. В инвиз выходит у нас Энджойка. На развороте Ютса пытаются забрать. Есть стеночка от Дарксера. Ну, и Ютс пока что живёт. Неплохо нарезает Энджойка. Стоит. Пытается тоже как-то демэш-то тоже вливать. Но не получается до конца это сделать. Что у нас в мире? Это даблкил. В исполнении Электрика. Ну, и 36-25 со счёту у нас матчей. Вроде бы как и неплохо всё происходит. Но, с другой стороны, всё же опять отдаются, 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 ребят. Стареёт у нас Рубик. Рубик пытается уйти. Есть Электрик Вортекс. Ну, и... Ну, Флай Джаггер. Да ладно, выживает. Еле-еле выживает. Так. Момни Найт. Дим Юр Кейп уже имеет. Нынодавно. Дарк Сир. Гост Септор себе приобрёл. Также имеет Талисманов и Выжжен. Ну, и... Тоже Солар Крейс быстрее всего будет делать. Хотя, как возможно, ещё по Либарда. Либарда, которая... Может зайти. Но... Я чё-то мало верю в это. Хускар. Хускар. Да, Маныгич себе приобрёл. 1600 на руках уже имеется у него. Ну, и... Посмотрим, что будет дальше себе собирать. Опять же... Варианты есть. Ну, какой именно выбирать тот самый Хускар-вариант? Ну, вместе мы понимаем, что это вряд ли будет Рапира. До Рапиры вряд ли дойдёт это дело. Так, 1900 УСФ отправляется он по топу. Тут команда пока что стоит. Пока что ребята не делают те самые телепорты. Возможно, будут идти до конца, разрушат Т1. И... Попробуют как-то задефать, но... Посмотрим. Получит ли это у ребят. Ну, хотя есть уже телепорты. Есть уже телепорты. Всё-таки пришли сделать. Тут Тауэр уже просто падает, поэтому... С этим шутить не надо. Цепляет у нас Шейкера. Прилетает у нас ССФ на ботом. Алибарда вешается у нас на СФСФ. Пытается выжить. Алибарда, конечно, у него есть. Овязается у нас в Реквиум. Есть Алибарда. Теперь у нас на Хускара. Хускар в итоге погибает. Он не найт. А также отправляется в таверну. Ну, и... Даблкилл от Инжойки. Такие вот дела. Отправляется вперёд у нас Богимен. Ну, и тут Рошан появился. Тут появился третий Рошан. Знает об этом у нас уже Шейкер. Знает его команда. Ну, и... Именно сюда и справляется. У нас ребята. Да, прилетает сюда у нас ССФ. Начинает ребята у нас быстренько убивать. Ну, минус 5 Стармора. Даже там больше было. Минус 5. Минус... 6. Это 11. Минус 10. Это... 21. И... Минус ещё... Минус 7. Короче говоря, много. Что-то я сбился со счёта даже. Ну, что уже. Ну, Скар Байбек делает у нас. Шейкера пытается стыпануть. Шейкер у нас выживает. Находит немножко назад. Ливеркейп. Ну, и... Минус у нас Дарксир. Это так у нас всё происходит. Тем временем. Энджой-ка-то. Фадбрил у нас. Тот самый Т3. Начинает Бараки тоже брить. Неплохо у него получается. ССФ, а Винкер Кёрс у нас юзается. ССФ! Неужели погинет у нас ССФ? Опять же Эггис не умеется. А через... Сатаник дерётся. В итоге побеждает. Ну, и... Это гуд гейм. Это гуд гейм. Тут уже... Да. Тут уже минус вторая сторона. Тут уже играть дальше. Будет очень тяжело, поэтому... Ребята сразу же прописывают. Не ожидают там всякой... Поддачи, возможно. Там подобное. Ладно, ну что же. 1-0 в пользу команды... Под названием Кот. Будут, ребята... Совсем через 3-5, да, минуты пишут. У нас 3-5 минут... Уходят. Отдохнут. И после чего у нас ожидает вторая игра между этими двумя командами. Напоминаю, это у нас полуфинал. И... Бестов 3 играется на серии. Поэтому... Совсем скоро продолжим. Ну и... Никуда не разбегаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...